Друзья, я вас приветствую. Меня зовут Зара. Я мама четверых детей. По образованию я психолог. У меня есть и практические знания, и теоретические знания. Моим детям, старшему сыну 24 года, дочке 21 год. Следующей дочке моей 14 лет, у нее сейчас подростковый период. И младший сын, скоро которому исполнится 3 года, у него кризис 3 лет. И мне очень хорошо знакомы всякие разные чувства детей, не только положительные, но и негативные. В этом видео что вы получите? Вы научитесь правильно реагировать на чувства ваших детей. Вы знаете, в моем детстве я помню, что нам непозволительны были чувства. Мы не могли показать родителю негативные чувства. И эта скованность, что я сдерживала эти чувства, я помню, я ночью ложилась в постель, и таким, знаете, вот эта злость, которая скапливалась внутри меня, что я не смогла сказать родителям то, что я думаю. Я не могла показать свою агрессию, если я в этот момент злая была, потому что было табу. У нас вот такое традиционное воспитание было в то время. Я ни в коем случае не обвиняю моих родителей. Тогда недостаточно было знаний, и я сама так воспитывала своих старших детей. Я недостаточно знала, что нужно уважать своих детей, нужно уважать чувства своих детей. И только став психологом, пройдя терапию, я поняла, что очень много проблем я бы избежала в своей жизни, если бы я в свое время, в детстве могла проявлять свои чувства, могла высказать своим родителям то, что я думаю. И это было бы услышано, отпущено, и все прошло бы, чем копилось бы внутри себя меня некой агрессией. А сейчас мы, вот я на сегодняшний день знаю, что в кризис трех лет, очень многие вещи зная, я уже по-другому реагирую на какие-то капризы детей, на какую-то агрессию детей. Так что вы после этого видео научитесь по-другому реагировать на капризы, на агрессию, на недовольный тон, на хлопанье дверью своих детей, неважно, сколько им лет. Видео короткое, так что досмотрите до конца. Итак, чувства детей. Дети раздражаются и ранятся, когда не принимаются их чувства. Дети такие же люди, как и мы, и им очень обидно и больно, когда взрослые не принимают их чувства. Да кто ты такая, что бы тут требовала? Да что ты из себя представляешь, чтобы тут свое мнение высказывать? О, ничего себе, вырастешь, тогда выскажешься, пока делаешь то, что я говорю. Такие знакомые вам фразы, да? Вот, часто мы, родители, недооцениваем чувства ребенка, а ребенку от этого очень больно. И, знаете, порой мы от добра хотим вмешаться, да, какое-то предложить родительское решение, да, нашим детям. Вот что-то, ну, не очень приятно, а ребенок пришел со школой, он обижен, он ранен, и мы пытаемся какие-то советы давать. Ой, тебе надо, вот я тебе говорила, вот так ребенок там плачет, да, мы говорим, вот я тебе говорила же, нужно было уроки учить. Вот так тебе и нужно, будешь теперь знать. И ребенок замыкается, понимаете? Очень важно уважать наших детей как личность, потому что это закладывает в них здоровую самооценку. Дети хотят, чтобы мы знали, что они чувствуют. Вот просто, что они чувствуют. А очень часто мы даже не замечаем, что чувствуют наши дети. Пришли со школы, огорчены, и если они знают, что на их откровенность прозвучит обесценивание, советы, нотации, потом ваши дети вам не будут доверять. Они просто будут замыкаться, и вам не будут рассказывать о своих проблемах. И вот я сейчас вам расскажу, как показать детям, что их чувства нам дороги. Потому что очень много можно перечислить, да, вот негатива, который мы проявляем. У каждого они свои. Но я вам дам пять инструментов, которые вам помогут уважать чувства вашего ребенка. Если вы хотите найти общий язык со своим ребенком и иметь хорошие отношения со своим ребенком. Итак, первое. Иногда полезно просто выслушать ребенка. Вот ребенок пришел, и он проявляет негативность, рассказывает о друге, возможно, о папе, возможно, о бабушке, возможно, о учительнице. Что-то у него неприятное случилось, у него всплеск эмоций. Вы можете просто выслушать. Этого достаточно будет, чтобы ребенок излил пар и все, успокоился. Не нужно звонить, разбираться с учительницей, разбираться с родственниками. Ребенку достаточно было высказать, и проблема все испарилась, и этой проблемы нет. Второе. Иногда мы, вот слушая ребенка, можем вставлять просто междометия. Вот этим мы показываем, что да, 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 точно, интересно. Ой, обалдеть. Проявляем интерес к проблеме ребенка, к чувствам ребенка. Третье. Иногда можно озвучить те эмоции, которые ребенок вам показывает. Этим мы показываем то, что мы слышим тебя. Например, ребенок рассказывает, как учительница обошлась с ним, и вы повторяете его фразу. Вы говорите, да, тебе неприятно было, когда учительница несправедливо отнеслась к тебе. Я понимаю тебя. Ой, как, да, да, ты ощутила разочарование, когда твоя подруга обидела тебя, предала тебя. Вот вы озвучиваете чувства, которые слышите, которые проявляет ваш ребенок. Четвертое. Можно пофантазировать вместе с ребенком. Например, малыш сломал игрушку, и он плачет. Вы говорите, давай я склею. Ребенок не слышит, он все равно плачет. Мне не нужно клеить игрушку, я хочу вот эту игрушку. Иногда можно пофантазировать, сказать, слушай, ты бы, наверное, хотел иметь волшебную палочку. И мы вот так вот просто волшебной палочкой вот так прикоснулись к игрушке, и игрушка стала бы целая. Ребенка это утешит и покажет, что вы понимаете его проблему, вы понимаете его чувства. Или это подросток, вы можете точно так же сказать. Ты бы хотел, наверное, иметь машину времени. Ребенок жалуется на то, что вы не путешествуете. А вы можете сказать, прикинь, у нас была бы машина времени, и мы бы сели туда и телепортировались бы во Францию, куда ты так мечтаешь. Было бы здорово, правда? Пятое. Мы можем признать чувства ребенка, даже если мы решили ограничить его действия. Ну, допустим, подросток хочет пойти на ночевку. А вы понимаете, как взрослые, и у вас ряд причин, которые не нужно, ну, не можете позволить. И вы говорите, что я вижу, что ты огорчился, я вижу, что ты огорчился, давай на следующей неделе ты пригласишь свою подругу к нам на ночевку. Либо там через пару недель ты можешь пойти к ним на ночевку, но в данный момент я тебе не разрешаю, я понимаю твои чувства. То есть мы ограничиваем, мы принимаем и понимаем чувства ребенка, но в то же время мы уважаем его чувства и предлагаем некую альтернативу. Итак, друзья, я заканчиваю на этом мое видео короткое. Надеюсь, что оно поможет вам принимать и уважать даже негативные чувства вашего ребенка. И напоминаю, что любовь исцеляет, наказание жесткое оно обостряет, поэтому применяйте больше любви, но будьте при этом целостны и знайте, чего вы хотите от своего ребенка. Я вас обнимаю и желаю мира и взаимопонимания в ваших отношениях со своим ребенком. Всего доброго!